Ооо, вдруг я заметил нечто да жути странное. Там, куда я не доставала свет, покосившись у Степана, я жила и утробно зарычала сгорбенная лохматая тень. Это собака, наверное? Похоже на собаку? Так сидит как-то как человек. Как будто это человек в капюшоне, то есть собака в капюшоне. Может быть это Фурия? Э-э-э, смотрите, а тут получается у кого-то шаловливый муж, который валяет дурака, сока от жены, пока она спит. Я тут нашел канал Макадами, и эта девушка снимает видео, ну что удивительно, по женским играм, правда как-то Резидент 8 немного, не в счет, но тут Life is Strange и Rise of the Tomb Raider, ну может, да, такая, знаешь, наполовину. Кстати, мне очень нравится эта картинка, я когда играл в Стрэндж 2, моя любимая, просто не знаю, кто этот арт делал, но этот арт гениален. Я скажу больше, я оставлю ссылку в описании, я даже подпишусь, и что я еще сделаю? Тут видео у нее интересное есть, и, э-э-э, и с крутым комментарием, что за мода делать короткие видео, укладывать по одному в сутки, лосплейщики, имейте совесть! Я ко всем, почему вы не думаете о нас, нам интересно, мы не хотим смотреть час в сутки, мы хотим много, и вот я с этим полностью согласен, орлы, я хочу много видео, но поэтому я у себя снимаю много видео. Но если я куда-то пропаду, у вас всегда есть Макадами, Ютуб, ну ты охренел, что ли, ну как, я еще дважды должен подписываться? Я даже лики оставлю и отвечу даже от себя, оставлю комментарий, ссылка в описании, какой комментарий я оставил, вы узнаете только, перейдя по ссылке, ну, знаете, что делать, да? Первый учебный день, которого я боялся больше всего. Кстати, ссылка на плейлист в описании, еще у меня есть телеграм-канал, а это эпизод 2, время поиграть! Я тут решил немного поиграть, я вот снимаю это видео буквально перед отъездом, пока Лиза собирает вещи, я подумал, что, ну, чем, как бы, сидеть без дела, я вот, ну, как бы, вы поняли. Решил снять видео, так что не удивляйтесь, что видео не было, просто, ну, не успел снять на новельном канале, кстати, ссылка на него тоже в описании есть, там кое-что будет выходить в понедельник, слушай, понедельник уже был вчера, в среду и в пятницу там будет несколько видео по новеллам, и вот, вот это видео, возможно, я влог сниму, и просто я подумал, что как-то стыдно, что видео вообще не готово, поэтому я сниму влог, пока я буду там ехать, и я давно хотел снять видео с благодарностями, и если все сложится, я сниму его прямо в дороге. Время поиграть, мои зайчики! Орлы, давайте так, кто не разъебал кнопку лайка, тот будет съеден лесным зайчиком. Новая школа и учителя, а главное, новые одноклусники, с которыми мне всегда было сложно найти общий язык. Как большинство очкариков, наверное. Я не понимаю, что это за стереотип насчет очкариков, очков, господи, все носят очки, куча народу, и это нормально. Но может раньше был такое, типа, знаете, в всяких фильмах старых, там, сериалов, что типа, очки, это типа, у-у-у-у-у. А сейчас, мне кажется, это более чем нормально. То есть, даже не более чем, это прям абсолютно нормально. Я переселил себя и выбрал весь теплые постели. Я купил, кстати, я переселил себя, вышел на улицу, но я и так ходил сегодня, тем не менее. Купил себе лекарство для сна, потому что, не знаю, не могу спать. То есть даже рано ложусь, все равно у меня... Я в итоге очень много просыпаюсь, плохо сплю. Типа синдром лета, я не знаю, как это назвать. Летом у меня такое часто, и поэтому я купил себе мелатонин, чтобы спать крепче. Потому что я просто просыпаюсь много-много раз за ночью. У меня все, не знаю, глаза от этого болят. И как бы сам себя чувствую не очень. Знаете, как будто не спал. В старую школу меня обычно провожал папа. А, на этим утром из родительской спальни до оси восени звука. Видимо, их съел зайчик. Наконец-то. Неужели просрали? А ну и к лучшему. Не хотелось в первый день прослыть папенькиным сынком. Наверное, родители лежат сейчас под деялком и трахаются. Где все по... То есть видят сны, где все по-прежнему легко и понятно. Хорошие сны, пусть лживые. Чтобы никого не разбудить, особенно мирно спящего ли, я прокрался на первый этаж. Старался наступать на середину половицы. Что-то так темно, слушай, как будто ночь. Так я забавлялся еще в прошлой квартире. Если ступня попадает на щель между досками, считай, сгорел. Сверху часов нарезали время. Стоит поторопиться. Скорее, скорее. Слишком быстро я сделал круг по прихожей. Лава кипела в зазорах между половицами. Прыг словно жаба по кочкам. Словно трусливый зайка в роще, кишащий волками. Только а что если зайка и есть волк? Что? На кухне я сделал бутерброд с трудом протокнул в желудок и залил холодным чайом. Это очень странно, что чел, типа он же, типа, ну, лучше классик, и он пойдет по тундре в школу один, что ли? А родителям пиху я не понимаю этого. А ведь это было как у человека, идущего на гильотину. Я потупился и увидел, что правое ступнестрит сразу на двух досках. Сгорел. Я переставил ногу. В животе закопошились мерзкие змеёныши. Страх перед тычками и гадкими прозвищами. Часы щелкнули стрелками. Пора. Раннее утро было по зимнему темным. Кстати, да, зимой вот утром очень тяжело просыпаться. Вообще, зимой спать проще намного. Я считаю, это несправедливо, что зимой ты ходишь в школу, зимой хочется спать. Но нет же, когда становится комфортная погода. Типа весной у тебя, ну, как бы учеба там, или универ, или еще что-то. Либо у тебя, как, начинается комфортная погода осенью, только там к концу августа тебе остается балдежно. Нежно начинается сентябрь. Вот это вот всё. И вообще, я, кстати, даже думал видео на эту тему снятия, на эту тему учебы. Что постоянно какая-то учеба, постоянно люди чем-то заняты. Просто мне постоянно люди говорят, они жалуются, что постоянно то заняты, что то учеба, то экзамены, то потом универ. И вот я задумываюсь, ребята, вы когда вы отдыхать-то будете? Ну, всю жизнь, что ли, так будете учиться? Поэтому я хотел в школе скорее отучиться и всё, и свалить. То есть, я проучил с 13 классов. Ну, просто у меня такая школа была не ебанутая. Ну, необычная, интересная школа. Кстати, не ебанутая, интересная. И я в 18 закончил 13 класс. Чтобы вы понимали. И после этого, ну, допрыгались, всё. После этого универ. Слава богу, год. То есть, я не представляю, как бы я учился несколько лет, там, как учатся нормальные люди. Три года, там, четыре, два года, ну, там, самое маленькое. Но я, слава богу, учился год. И то считаю, что... Ну, не то, чтобы это было потрачено зря время, то опыт и всё такое. Но если бы я там не поучился, не сильно бы, скажем так, потерял. Мрак из домов здесь никогда не уходил до конца. Я долго зашнуровал ботинки, отстёгивал пуховик на все пуговицы. За последним оттягивал неприятный выход в полутьму. В тревожную неизвестность. Протёр очки на удачу. Хоть и не припомню случай, как эти толстенькие стекляшки принесли бы мне везение. Дверь открылась! Небо напоминало огромный кровоподтёк. На востоке громоздилась и разбухала чёрная туча. Слизывала звёзды и гасила рассветное зарево. Тьма облепила деревья. Осторожные птичьи вскрики путались в зарослях. И запер входную дверь длинным ключом, который носил на пожилой шее. Родители обязали носить меня шнурок. Петлю. Опасаюсь, что я растяпу потеряю ключ. Петлю на шее. Это типа чтобы соёрнуться, да? Типа такой намёк, что носи петлю на шее, сынок. Готовься. Готовься, твое будущее. Ветер свистел за калиткой и приглашал в новую жизнь. Это ещё сомнительным приключением. Я удивляюсь, почему мать боялась его выпустить. Днём, ну относительно днём, когда она типа не спит. Когда она на кухне и потенциально может его увидеть. Но при этом его родители не боятся отпускать какую-то полутьму, полуночь. В общем, по-моему, это стрёмно. В такое время тут какие-то волки. Понимаешь, ты практически ночью идёшь в школу. И будто старый приятель вязался за мной, подталкивая в спину. Тени сосен раскинулись, поглотив треть пустыря. На подходе к лесу я спрятал нос под воротник. Весь нахохлился. Словно индюк сутулился, вклиниваясь в просеку. В просеку. Высокие деревья обступили тропинку. Под ногами журжавое снежное покрывало. А сверху ветви сплетались, образуя полок. Отрезая меня от жалко мерцания звезд. Ночью не думал убираться из щащобы. В темноте деревья походили на косматых старух и пахло модельной землёй. Стволы превращались в пенисы, которые пытались задушить меня. Задеваешься и получишь хуём поебалу. Будут потом родители бродить по лесам, гласить... Антошка! Антошка! Пойдём копать картошку! Мёртвые не отвечают. Блядь, бабка! Или отвечают. Блядь, животные! Паника разрасталась в груди. Я хотел бы явиться в школу. А если бы я вот эту кассету не посмотрел, мы бы бабку не увидели? Вот эту из кассеты. Я потом хочу сделать видео. Я знаю, что они есть в инете, но моего-то видео ещё нет, правильно? Я хочу сделать видео по всем выборам и сравнить их последствия. То есть, ну, типа сравнить. Вот что будет, если я вот выберу так, сяк, наперекосяк. Вот это вот всё. Вообще, я хотел зайку, вот этого кроляшу, стримить. Но так как у меня были другие планы на стримах, там, фига игр, я ещё даже постримить не всё успел. И я ещё и уезжаю. Это оказалось проблемой. Я же просто с Лизой сегодня потусить, потому что, ну, мы как бы не увидимся три месяца. Поэтому, ну, мне казалось, ну, типа, потусить как бы, да, хотелось, да. Я готов был явиться в шкилу, хоть у папы просто сейчас собирается, поэтому я могу, эм, могу произвести записывание контента, так сказать, да. Я готов был явиться в шкилу, хоть у папы на руках, только бы не видеть, как тьма, словно чёрное тесто поднимается во врагах. Я обернулся. Показалось, что кто-то нырнул за кусты. Стало мне ускорить шаг, а позади заскрепел снег. Лев вздохнул гигантскими лёгкими, затрещал бурелом. Ветер, птицы, всё осталось в поле. Шум леса был единственным спутником. Я шёл, слушался и всё сильнее, ощущал незримое присутствие. Вот и кто-то следовал за мной по пятам, стараясь попадать в такт моих шагов. Я глянулся так резко, что хрустного шея. Узкая тропинка возле меня терялась в темноте. Стучи перехлёстывались над нерукотворным туннелем. Просорвался с губ, растворился в несмолкаемом скрипе деревянных идолов. Этих древних сосен. Чё-то мне кажется, сейчас кто-то проявится. Избрело мне в голову идти через лес одному. Наверное, я спять его или... А в школу как? Я не знаю, родители вообще думали, как его в школу отправлять или нет? Что здесь избрело? Ну в школу-то надо идти. Кто-то нарочно выменял меня из дома. Даруя слабую надежду, вдали замаячили огни. Просёлочная дорога! Со всех ног я бросился туда, будто боюсь, что тропинка сомкнётся. Когтистый лапа схватят меня за плечи! Повернутая на сталь сглють в лицо голодным обитателям леса! Но никто меня не задержал. Не веря в удачу, я буквально вылетел на трухлявый мост. Ручей студённый и чёрный, будто смола, омывал опоры. Я перс ладонями в колени и из-под лоба глянул на лес. Фыркнул, выравнивая дыхание. Чущество притворилось спящей, миролюбивой, неживой! Остальной путь пролегал по заснеженной дороге, освещенной редкими фонарями. Я отогнал дурные мысли и постарался как можно быстрее перебирать одного круга света к другому под защиту электричества. Как в детской забаве, где первому нужно закричать «Я в домике!» Забава! Так, ну почитаем, как туда писано «забава». Кстати, забава. А, пятнашки почему-то тут это названо. Детская игра, часть которой пытаются опятнать друг друга касанием руки. Тем самым передать другому роль ведущего. Домиком выступает здравое оговоренное место, типа песочницы. Место под детской горкой и т.п. Если туда прыгнет игрок, то время будет безопаснее от ведущего. Ну, типа, да, но мне кажется, эту игру знают все. Даже я понимаю, что эта игра, типа, и на английском есть. И, как бы, типа, англоязычные пользователи могут не знать. Но, как бы, мне кажется, такую игру знают все. Хотя, с другой стороны, я не знаю. Может, я ошибаюсь. Вот, ребят, для вас вот давайте откроем незнакомые слова, типа словарь. Вот здесь есть для вас незнакомые понятия. Допустим, пельмени, поле чудес, улица разбитых фонарей, вазик, бабай. А вот есть люди, которые не знают этих слов из-за, из-за, вот нас. Вот есть такие люди или нет? Мне важно это знать. Есть ответ в комментариях не будет? Минус канал. Все. Я все решил. Только домики эти были хрупкими. А из их стен... А за и стенами непрерывно двигалась тьма. О, вдруг я заметил нечто до жути странное. Там, куда я не доставала свет, покосившись в степане, а жила и утробно зарычала сгорбенная лохматая тень. Это собака, наверное? Похоже на собаку. Только сидит как-то, как человек. Как будто это человек в капюшоне. То есть собака в капюшоне. Может быть, это фурия? Мне кажется, это фурия. Ее черты будто отторгали свет. Они естественной позор, но шава страх. Я вообще в глаза и заморогал, чтобы прогнать на важнях. А кто-то что-то же именно жрет там, понимаете? Не ест, а именно пожирает. Ух ты. На тебе все еще была там и даже приблизилась. Ужас скрутил мои кишки. Попятился, чуть не упал в сугроб. Чучело же выпрямился во весь рост и спросил ласковым голосом. Что покрасишься? Душу мою украсть хочешь? Он не ласковый, он, блядь, демонический. От удивления лишился дары речи. Кто может говорить со мной таким шелковым глазком здесь, между лесом и дремлющим поселком? Он, слушай, это демонический голос, это сатана. Это сатана. Ушай. А я тебе еще и нос откушу. Он такой репронзительный, он как режет уши. Будешь знать, как совать его в чужие дела. В свет, парень, беги в свет. Антошка, иди копать картошку на свету лампы. Судя по голосу и фигуре, это была девчина. Но не успел я отдернуть, себя дурак испугался девчонки. Короче, под капюшоном распахнутый рот и что-то опасно блестувшее в его широкой щели. Я обомлел. Это лиса. Из пещеры капюшона на меня таращилась пугающая живая лисья морда. Может быть, это маска? Может быть, это маска НТ-3000? Я такая... Здравствуйте, зяблц. Это пожилая чим-чимка. 54 года. Только вот пасть ее не шевелилась, а глаза не моргали. Маска! Это маска! Обыкновенная девочка просто маску лисы напялил. Ну, конечно. А маску... А маска! Маска! Это мамня маска! По крайней мере, я хотел так думать. Как-то случается после резкого испуга, я нервно золобался. Типа... Ха-ха-ха-ха. А я пизда. Просто в школу иду. А тут... А тут ты сосешь хуи. Здравствуйте. Что я? Никогда не видел, как лиса собаку кормит. А-а-а... Я думал, ест. Я думал, ест. Действительно, возле ног девочки лисица. Крутилась маленькая собачонка. Кажется, одна из дворняк что-то давала со мной в челоне. Ну, так-то нормально. Собачка безобидная. Вроде все нормально. Не, все по красоте так-то. Извини, я не хотел. Я не хотел. У меня пизюн зудел. Вы слышав мой голос, собака тяпнула. Прижала свои так называемые уши. Затем принюхалась и заверяла хвист. Наверное, от меня палка так называемой колбасой. Что я ел на завтрак. Я смотрел на моську. То на девочку. Она уже не казалась страшной. Только какой-то странной. Слушай, все-таки, что ходить в маске? Может, у нее с лицом, конечно, какие-то проблемы? Там это акне, прыщи, еще что-то может быть. Значит, не хотел. Ну-ну. А маска еще голос, кстати, меняет, как вы можете слышать. Реально, НТ-3000 украл Велекас. Это Ралинка, видимо. Украла маску у дедова. Как тебя зовут? А меня зовут Глайт Велекас. Меня, Антон. Антон Велекас, здравствуйте. На самом деле, меня зовут Денис Сукачев. Я Донецкий воин. А меня нет. Вы прикольно, слушай. А как тебя зовут? А меня не зовут, я сама прихожу. Ля, как смешно обоссался. Я у меня трусики все мокрые уже, кстати. Так, чёрная какая-то. Так сказать, с так называемым приветом. Зато голос приятный. Он не приятный, он пронзительный. На самом-то деле, глаза какие-то ебанутые, косые, кривые. Попротите на них внимание. Не, ну как будто бы это маска. Но маска очень странно меняющая голос. Утром сменилась радостью. Не знакомь-то явно была с человеком. Хоть со странностями. Ну как тебе сказать, человеком и со странностями. Мне кажется, ты преувеличиваешь, Друхан. Так, ну так что. Ещё немного, и я начал бы злиться на себя. Эта лисичка-сестричка гуляет в сумраге, как ни в чём не бывало. А я вздрагиваю от малейшего шороха. Игра такая, кстати, была шорох. Кста, нормальная игра, в принципе, не сильно плохая. Можно было идти дальше. Но девчонка раздразнила любопытство. В следующий раз спросят меня, милиция не разовёл для знакомства на новом месте. И я ему отвечу, ага, с говорящей лисой. И меня в дурку заберут. Лисица хихикнула и заурчала. Он крутанулся вокруг себя так, что подолзь шубы раздулся. И мы увидели хвост. Нет, глупый. В лесу она живёт. Людей живёт. Лисы не живут в посёлках. Не, ну так-то логично, конечно. А почему, если ты лиса, ты ходишь в куртке? Я всё понимаю, холодно, но у тебя должна быть шерсть. Хочешь сказать, ты живёшь в лесу? Из какой нары ты вылез? Конечно! Лисам среди людей не выжить. А шуба чья? А, я знаю. Там же мальчика, помните, съели в лесу? Мы перчатку окрауливну ходили. Вот она съём шубу и съела, и носит как трофей. Знаете, как мы носим лисье шкуры на себе, там, ну, в древности носили. Там лисье шкуры, всё вот это вот. А она носит на себе человеческую шкуру. Ну, как трофей. Ну, типа человеческую, типа шкуру. Ах, она не лиса. Шутки у неё тоже чудные. Как и карнавальная маска, маска, маска. Всего лишь папье-маши с наклеенным мехом. Собака напомнилась её звонким лайом. Я стюгнул клапан рюкзака. Папа, она подбрасывала мне взять что-нибудь вкусное. Печенье, яблоко или даже мои любимые крабовые палочки. А что можно дать из этого собаки, кроме крабовой палочки? Может и можно. Говорил, мол, это тебе от зайчика. Так, давайте прочитаем. Гостиница от зайчика. Съедобное угощение, которое осталось от рабочего обеда. Или специально покупалось для детей. Обычно от слов родителей гостиница передавала зайчик. Иногда это мог быть и другой звень. Например, белочка или медвежонок. Да, и поэтому игра называется зайчик. Типа, знаешь, это тебе... И выходит себе такой маньяк с топором и говорит, это тебе гостиница от так называемого зайчика. Дворняга просительно облизывалась. Засеменила ко мне. Лисичка явно чем-то угощала ее, но, видимо, не утолила собачий глад. Это я сейчас посмотрел в расписание, что у меня тут календарь, кстати, висит. Зачем ты так вырядилась с утра пораньше? Ну, это косплейщица. Любит косплеить. На утренник идешь? На утренник. Незнакомка стрепенулась, братьев с носа, с небристой снежки. И будто стягнулась в себя человеческий облик, превратившись в настоящего зверя. Хитрую, быструю и опасную лису. Слушай, да, она реально выглядит стремно. Ой. Задеваешься, полетят клочки по закоулкам. Разорвется, если не подавится. Я пешо устал, словно заипнотизированный. Пока не услышал ее приглушенный мелодичный смех, скрытый за аборзиной зверя. Видел бы ты свою маску, сладенький? Да. Маска. У меня маска. Сладенький, она сказала. Тут я засмущался. Покраснел до корней волос на члене. Однажды мы с папой видели в саду лесу Таблая, выленивший серый тощий. Эта девочка огненная лисичка. Пушистая, как в сказках. Кстати, да, на самом деле, нет. Если лесу хорошо кормить, я видел на ютубе, они реально такие крутые. А лесная лиса, она тощая. Потому что еды нету, блин. На чем ей красиво выглядеть? По сути, хорошо выглядит только домашняя лиса. Я до тех пор шалил в рюкзаке. Или прокормленная лиса. Бальцы искавшие еду для собаки нащупали что-то мягкое и скомканное. Что-то звучит стрёмно. Тень девочки писала в свете фонаря. Собака, будто соглашаясь, одобрительно тягнула. От неожиданности я выронил находку прямо в сугроб, толком не разглядев её. Холодный ветер, ветер... А, ветер, ветер, ветерок, неси... Неси пресик на восток. Холодный ветер тут же засыпал край снежной лунки. Собака решила, что это лакомство бросилось на раскопки. Лиса лишь фыркнула. Я так оробел, что не знал, куда себя деть. За пределами электрического круга никак не расцветала. Тьма напротив, будто бы сделалась гуще. Весь чернила, беспрудно дремали окрестные дома. Я постарался продолжать разговор с удивительной странной незнакомкой. Ах, ну какой же дурачок. Интересно, а куда же она идёт, если она не ищет еду? Так, ничего и не понял. Она как бы ему намекает, что она настоящая лиса, но вот он никак не поймёт. Ну вот, хотел подружиться, она лишь зубы скалит. Ещё и обзывается. Всё, всё-таки стоит пройти мимо и обращать внимание на чудачку с той глупой собакой. Ты не отзываешься. Не хочешь отвечать и, пожалуйста, никто не требует. Но что-то удерживало, притягивало к тёмной фигуре. Таинственный облик, томный голос, бархатистый сладострастный линцой. Это не бархатистый сладострастный, это на самом деле такой звенящий и внушающий строголос. Или только у меня такие ассоциации. Я его заинтригован и взбудоражен. Смотрел на неё, как смотрят на пожар. Ты не дуйся. Гляди-ка лучше. Плевай все жульки. От собачки. Собачка разгребала снегромко. Сопяя, резу перебирая лапами. От барни так одеяло сосёт, кста. Он думает, что это мама-кошка. Если ты заглянулась на... У кого котик сосёт одеяло, кста, плюс чат. А, у нас есть плюс комментарий. Если ты заглянулась на окна ближайшего дома. На бременичном фасаде в так называемой дымке. Кончик её фальшого носа блестел в свете так называемого фонаря. Мне только есть. А кому же ещё? Ты на что намекаешь-то? Я тебе как бы зашёл? Интересно. Я снова покраснел, как варёный рак. Или я снова покраснел, как коньская залюпа. Это она про себя или про кого-то другого? Я надеялся, что в полумраке девочки не заметят моё скущение. Причём спросить я откаживался. Я ждал, считая удары сердца. И Саня ответила. И лукавый взгляд бегал по морозным рисункам чужих окон. Читал их, как стеклянную книгу. И детство, что она видит в январских узорах? Дверняга закончила копошиться в снегу. Засеменив ко мне, сжимая в пасти находку. Варежка? Неужели та самая, что я нашёл в лесу? Что она здесь делает? Но приглядевшись, я сразу понял, что это всего лишь моя рукавичка. Может, мама подсунула мне их, пока я спал? Я тут же вспомнил пропавшему мальчику. Эй, ты знаешь что-нибудь про Вову? Перед глазами встала картина. Плящая силуэты на пустыре. Танцы в ночь, кое-что с Вова. Мальчик, чем охотка, сулит мне большую награду. И даже может спасти мою семью. Я вспомнил свой день. То есть, она на самом деле не сулит награду. Просто мальчик так думает, что им заплатят, если они Вову найдут. Чёрт с два, ничего не заплатят. Я вспомнил свой день рождения. То есть, я не скажу, что полиция против... Не, ну как бы бывает, что они там, как вам сказать, платят, если ты что-то нашёл. Обычно это не полиция делает, а если частным образом кто-то ищет. Я вспомнил свой день рождения, когда родители обещают везти меня с сестрой в Париж, в Диснейленд. На место долгожданного подарка родители с нескрываемым смущением перед семьей. Обычный Тетрис. Как я-то оплакываю. Треба, чтобы я взяли на обещанный аттракцион. Если бы только я мог себя исправить. Собрать всех, кого я люблю, и отвезти в Диснейленд. В ночь, когда пропал Вова, я, кажется, видел, как кто-то похожий на тебя плясал под моим окном. Вообще, это необычно, слушай. То есть, родители обещают отвезти тебя в Диснейленд. Ой, в Диснейленд. После этого они везут тебя в какое-то село Ебанько, Нижняя Пышма. Мне, кстати, сегодня звонили какие-то разводилы типа, типа из МТС. И говорят, у нас для вас информация, новый тариф. Будете бесплатно звонить своим друзьям в Магадан, по телефону. Типа, вам просто нужно платить за домашний интернет, а мобильная связь бесплатно. Спроси, а в ком городе вы находитесь, чтобы мы проверили так называемую доступность. Я сказал, что я нахожусь в городе Нижняя Пышма. Живу в поле и пасу коров. Так что доступность у меня отсутствует. И положил трубку. Скажите, правильно поступил или нет? Надо было ответ послушать и сказать, что я в поле нахожусь. Ну, значит, когда пропал Вова, я кажется, видел, как тот, похоже на себя, плясал под моим окном. Невероятно, но ее маска будто бы стала еще хиднее. Лиса словно принюхивалась. Так, это была она, ясно? Понятно, хорошо, здравствуйте, до свидания. А, так, дальше. Ну, он больше как бы за себя боится, а и за сестру, точно. Оля, при мысливая о системе, грудную клетку сжали тиски, холодный пот сбежал по позвоночеку. Слушай меня внимательно, мальчик по имени Антон. Постой, я называл ей свое имя? Это большой и страшный лес. Ха-ха, напугала. Лисичка сделала грозный шаг вперед. Да она все время выглядит грозно. Я единственный его обитатель. Так почему ты хочешь куртки? Почему ты не спросишь? Мой первый вопрос. Есть лица? А зачем тебе куртка? По-моему, нелогично. Дорогие звери уже знают о тебе. О, да я популярный. Ты хер ж ютубер, они меня смотрят на своих этих звериных телефонах. На своих зверифонах. Так может мы нормально пообщаемся? Давайте мы колбасу краковскую нарежем, посидим, водки выпьем. Все же не стоило знакомиться с этим злом в детском обличье и в панике, думал я. Знаешь, это когда ты познакомился с дьяволом, с сатаной, ты такой думаешь, блин, ну наверное я зря с сатаной пообщался, как-то не очень получусь. Пока ты со своей семьей будешь спать, подкрадемся близко-близко. И станцуем. Как это угрожает? Знаешь, как если я флексом буду угрожать зрителям орлы, вы хотите, чтобы я ночью подкрался близко-близко и флексанул жестко-жёстко? Слушай, а звучит реально угрожающе. Макарену! Эм. Мне типа страшно должно быть? Сейчас скример будет. Чё? Чё-то не страшно. А где скример? Эй, макарена! Да страшно же должно быть! Алло, а где ужасы? Опять накинули Евгена на хор. У тебя прямо челюсть отвисла, Антоша! Видел он меня ночью у своего окна. Ага. Как же! А ты, случайно, не местный дурачок, нет? Мне кажется, что всё, что было до момента с Макареной, было правда, а сейчас меня разводят. Меня не отпускают гулять так поздно. Здесь, знаешь ли, дети пропадают. Да-да-да-да-да, конечно, начала песни петь. Я потрогал пластиковую дужку очков, озадаченный глупой шуткой. Напугался до чёртиков. Ой, ты не теребиты окуляры свои! Ты не теребиты свои вот этот окуляр! Слушай, а может лес превращает детей в зверей, а? То есть, может быть, эта девочка была девочкой? Да, нормальной. А потом стала, так сказать, лисичкой. Ну, потому что её превратил этот кролл. Сестричка. Она же заговорила обиженно. Ах ты ж! Да как ты меня? Ой, прости. Девочка засмеялся, на стеребные колокольчики зазвенели. Да, чёй, конечно, плутовкой. Вообще, с сестричкой. Если ты ловкий и смелый, не боишься с плутовкой водиться, я, как и быть, помогу разыскать этого Вову. Вована. Ты не спросты его ищешь, да? Ну, как сказать, не спросты? Ну, вообще, да, я думаю, что меня за нему деньху, так сказать, скинут на мою карту Тинькофф добитовую. Я неопределенно повозил плечами, вот так вот. Я стал играть мышцами, так сказать, вот так. Её прозорливость насторожила. Я знаю, почему дети поводились соваться в наш лес. Так лес не ваш, он общественный. Порой там можно найти много всякого интересного. А золото, а золото, а можно найти какой-нибудь клад там бандитский? Я вот однажды нашла целый сугроб конфет и купалась в нём. Да так, что челюсть слиплась. Ты лиса, ты плотаядная. Ты должна, ты конфеты ещё были из мяса. Это, может, мясное рагу было. Сугроб конфет? По интонации не пайти. А сама ты верит в то, что говорит? Я снова сделал улыбу. Ну, одна отрасль искренне. Смотрите-ка, какой недоверчивый. Ай-яй, ай-яй-яй-яй. А что ты на это скажешь? А сейчас фотографию этого сугроба покажет. Нихуя турбо! Это жвачка была такая. Она протянула руку в меховой перчатке. В ладони лежал гость разных сладостей. Жвачка турбо, например, в гости, где я когда-то жил, такие продавали в рынках или в киосках. Ларёк, киоск, уличный магазинчик, котенец, шоке, мастер-зимон, жвачки и водки, два одежды и техники. В России такая торговля существовала до супермаркетов, зачастую была связана с криминалом. Иностранцы знают, что такое киоск. Поэтому имеет он не совсем то же самое значение. Но идея та же самая. То есть конфеты в киоске вполне могут продаваться и в какой-нибудь, не знаю, там Южной Америке или Европе. Просто в те времена. То есть сейчас это, конечно, не очень модно, но теоретически, да, они могли там продаваться. Поэтому пояснение в данном контексте случайно считаю лишним. Среди вкусных сокровищ я заметил свою любимую жвачку в яркой обёртке. Как бы это... Беру мятную жвачку, лисичка прыгает ко мне в тачку. Знакомая надпись на фантике гласила ТУРБО! Треугольная лисья морда ткнула носом в мою сторону. Мне кажется, меня разводят, потому что лиса же плутовка, она меня сейчас разведёт на конфеты, а потом скажет, что я должен её в лесу, так сказать, облисить. А в итоге облисит меня. Да, да, конечно. Так, взять или отказаться? Любой... Нет, слушай, давай я откажусь. Нет, мне кажется, если я возьму их, будет интересно. Если я откажусь, будет скучно. Короче, я хочу быть не такой, как все. Я сейчас сделаю выборы, сто процентов... Сто процентов все... Все мне напишут, типа, Евген, все всегда отказываются от конфет. А кто-то напишет 50 и 50. Тот скажет, Куплюнов отказался. Просто у меня цель какая? Я себе не хочу спойлерить, при этом я хочу выбрать выборы, которые самые редкие. Короче, едина нахуй лиса. Я с ней... У незнакомцев, это же главное правило. Не ешь конфеты у незнакомых лисичек, иначе они могут кататься педофилками и трахнут тебя. Я такого не хочу. Мне не нравится. Мне не хотелось обижать первую знакомую, которую я завёл на новом месте, но и брать жвачку у странной девочки не было желания. И вдруг она её и правда в сугробе нашла. А в другой кто-то жевал. Или это конфета сюрпризом из магазина приколов. Развеешь, она как стрельнёт? У меня нападка аллергии. А-а-ле-р... Что? И это он с того задачи. Иго, живёшь в мире таблеток и микс-тор? Ну, в целом, да. Нифига себе, она присвистнула демонически сатанистской отроди. И ладно, не пустила. Конфетку отподеваясь и заплавала в воздухе задумчиво ловясь лужинки. И Новый год у вас правда раз в 12 месяцев? И есть эти... Она пощёлкала пальцами вспоминая. Я не умею, кстати, щёлкать пальцами. Кто умеет щёлкать пальцами? Понедельники? Да, у нас есть понедельники и вторники. Кстати, видео это выходит во вторник. Всем удачного вторника. Кстати, пока что получилось неплохо. То есть, мы живы. И никто не умер. Так что, вроде как всё даже более-менее нормально. У-у-у, как всё запущено. Я так и хотел сказать. У-у, как всё запущено. У-у-у, юноша, его шоколада съесть против скуки и уныния. Ну блин, ну прости. Ну я, я зануда. Ну что ты от меня хочешь? Я это уже каждое видео говорю. Каждый стрим. Люди до сих пор не верят. Кто же? Гадость! Мне дали, слушай. Мне дали достижения. Гадость. Посмотрим, что здесь записи не вырубится, если... Так. Вы отказались от угощения лисы. Я, кстати, хочу потом, но, как я уже сказал, сделать вам набор из выборов, показать, что будет, если. И объяснить эти выборы. И опять же, нужно, наверное, всю игру с выборами пройти, чтобы понять, как они влияют. Ну то есть, все два эпизода, которые, ну, честно говоря, небольшие. Кто же ты такая? Спрашивать было глупо, не ответят. Или соврёт. Ужасно хотелось заглянуть под маску. А ты не можешь просто подойти и содрать с неё маску? Подойти и такой, типа, так, покажи зубки, так, бьёшь за носой. Опа! Если там не маска, ну, как бы, здравствуйте. Всё больше казалось, что под ней пришла совсем не маленькая девочка. Может, Вова тоже нашёл сугроб сладостей и теперь кувыркается в нём? Так, чё-то мне не нравятся эти разговоры, если честно. Слушай, вдруг он решил остаться в лесу. У-у-у, началось, пошла жара. Тогда, наверное, ему очень холодно в одной варежке. Откуда она знает, что у него одна варежка? Ветер похлоп подхватывал её слова, как дым от костра и уносил в темноту, в дремучую чищеву. Деревья позади скрипели и скрежетали ветками, костями. Или с ним что-то случилось в пути. Что-то страшное. Ну, допустим. Не, ну всё-таки это похоже на маску, учитывая, что как-то глаза у неё, вы видите, какие, да? То есть есть ощущение, что там под маской, ну, может быть, не человек, но и не лиса. Лес словно оживал это её голоса, прислушивался, принюхивался. Точно любопытный зверь. Лиса ответила таким же внимательным взглядом. Это по-твоему страшно? Ну, как тебе сказать? Я немножко побаиваюсь диких зверьей. Кроме кабанчиков, я люблю кабанов. Не знаю. Уж не с двоечником ли я подружилась? Слово двоечник мне не понравилось, а вот подружилась даже очень. Я хрошист. Бел да пушист. Как кроул. Хрошист, Антон. Ой, что-то я не знаю. Я как в БЛ согласился, меня потом, знаешь, такой Б3 был. Зайдём твоего Вова и сам его спросишь, что он нашёл в этой пуще. Ведь пока мы вместе, никто тебя в лесу не тронет. Чё-то, по-моему, это как бы пункт номер два. После конфет тебя приглашают куда-то пройти. И, мне кажется, это лиса педофилка. То есть, возможно, меня хотят куда-то украсть. И сейчас подъедет Чёрная Волга и меня туда посадят. Чисто случайно. Или в дом какой-нибудь заведут. Так что, мы, наверное, откажемся. Это разумно. Это, конечно, скучно, но разумно. Внутри что-то тревожно заворчало. Лучше уходи, посоветуй. Лучше поток. Ты думаешь, я врунья? Нет, я думаю, ты педофил. Ты, пожалуйста, никогда никто не верит. Пытается взять, видимо, на обиду, что типа я её обидел. В осень незнакомки чувствовалась обида. Пойди пойми, наигранная или нет. Лиса отвернулась, будто я мигом перестал её интересовать. Вспомнилась папина любимая фраза где твои манеры, сын? А ведь лиса и правда была ко мне добра. Не мешайся, пожалуйста. Лисы бывают и добрыми. Ну, как в сказках. Мне бы только понять, что ты за лиса. А что у неё глаза пропали? Девочка мелодично хихикнула, прикрыв руками нос маски. А что пойдём со мной в лес? И ты всё обо мне узнаешь. У неё очень взлобное сейчас лицо. Я прям совсем расхотел из сети. Ну сейчас, а когда рассветёт, а то тебя бедного всего аж потрёхивает. Ну, есть такое. Услышав это, собака согласно гавкнула и бросилась её возиться с варежкой. Я надеялся, чтобы подобрать, чуть было не сбежавши от меня рукавицу. Ну, если тебе по пути... И она сейчас пропадёт. А, не, она идёт вперёд. Мы двинялись на встрече в школе и потерявшемуся рассвету. Тут и там окногда загорались огни, словно их обитатели подавали нам невидимые сигналы. За что они мелькали всё это и скылали дворовые псы. Из труб ввелся серый дымок. На кухнях бубнили телевизор, извиняем посуды. Мы смотрели, как неохотно просыпается посёлок, а сами осторожно шагали по заснеженным колям. Почему мы не в посёлке живём, а где-то на отшибе? Я не понимаю, в чём прикол жить вот так на отшибе. Стрёмно же. Что-то случилось, и пизда тебе, иди по тёмному лесу, и ещё тебя кабаны съедят. Я шёл по лево, а она по право. Собака прилазила за нами следом. Я ждал, что леса продолжит свой чудесный разговор. Она всю дорогу молчала, словно играла со мной в какую-то неведомую ей одну игру. И орлы, серия получится слишком длинная, я себя продолжу, поэтому до свидания. Мы увидимся в следующей серии, которая выйдет, я не знаю, когда пока что, учитывая, что я уезжаю. Записывать... Ну, я не... Мне не на чём просто будет записывать, да и как бы я еду и не записывать, а по другим делам. Так что, орлики, вбей. И увидимся через какое-то время. Уже пройдём, там, игра классная, ну, просто не знаю, вот не могу никак... Мне тяжело сейчас стало садиться и проходить игры резик, это чудо было какое-то. Вот прошли быстро и было классно, да? Вот с зайчиком, ну, вот, получилось как получилось, бывает. Орлики, вбей, наверстаем, всем пока, третий эпизод жду, сразу пройду, прям выстрелю тупо моментально. Всем пока.